Все принимается. Итак, 13 делегаций, представлены 13 областей, мы правомочны проводить собрание. Итак, первый вопрос о проведении соревнований на чемпионатом ЦФО и первом ЦФО, то есть начало 2011 года. Нас проводила Московская губерния. Московская губерния готова осчитаться в проведении соревнований? Да, в общем, если вы. Григорий Владимирович, это вас попросит. Значит, мы проводили два соревнования, это первенство среди мужчин и женщин, и мы проводили первенство ЦФО среди детей до 8 лет. Значит, все результаты, все проведено. 89 спортсменов принимало участие в первенстве ЦФО среди взрослых. Это было пущено. Прошло, как прошло. Единственное, что, я знаю, склоняли на интеллигентном сайте нас, что мы не предоставили отчет, финансовый отчет. Значит, я затребовал, так сказать, этого директора турнира, у нас директор турнира, так сказать, был венгереж Станислав Юрьевич, который вывалил свои 200 тысяч. Вот. Но я не могу сказать. Он сказал, куда идти, ну, здесь женщины, я не могу сказать. Он говорит, я просто не могу сказать, что он сказал. Я надеюсь, вы догадываетесь. Потому что он говорит, ну, вы что, издеваетесь надо мной? Я, говорит, вывалил 200 тысяч своих и буду где-то отчитываться. Так что, вот. По второму варианту, по второму варианту, значит, мне довелось быть директором турнира, мне довелось. Вот. Отчетом у нас занимался главный судья Игорь Анатольевич. А что он до сих пор не знал? Обещает. Ну, а в чем дело? В чем дело? Наставляет. Вот. Значит, как, что, какие вопросы ко мне есть, я не знаю. Пожалуйста, вот вопросы к Михаилу Витальевичу по проведению соревнований. Кто-то присутствовал там, может быть, у кого-то выезжали люди, и какая-то информация появилась у вас. Может быть, какие-то проблемы были. Ну, пожалуйста, мы же имеем возможность. Вот. Человек, который непосредственно занимался организацией турнира, сейчас спросить о чем? Нет вопросов. Я могу только похвалить. Пожалуйста. Лично участвовал. Вам, Михаил Витальевич, похвалить. Я сам участвовал. Очень понравился. Морозы немножко вклинились. Но это уже природа. Ну, ничего, ничего. Природы пока не управляют. Поэтому, большое спасибо вам сказать, как участникам. Спасибо. Я тоже присутствовал там, а потом присоединился. То есть, соревнования будут проведены на высоком уровне. Я тоже. Я приезжал туда Баваев, там он учался. Мы с Баваевым были, посмотрели. Мы ездили даже. Можно сидеть, наверное, да? Да, можно, можно. Я думаю, что можно сидеть. Потому что, то есть, было интересно, как проводится, так сказать, соревнования. Какие условия есть там в Пущино. Поэтому, потому что сейчас фигурирует, что Пущино будет выступать в районе организаторов этапов Кубка России среди детей. И там претендует на соревнования федерального округа России среди детей. То есть, условия прекрасные. Место проведения цифрового мужского. Ну, они играли, так сказать, в экстремальных условиях. Потому что, не в том помещении, в котором планировалось там, в виде, так сказать, с форс-мажорными ситуациями. А дворец спорта, который сидит в Пущино, в котором предполагается проведение. Я не понимаю, а что за экстремальные условия зала ресторанов? Нормально. Что за экстремальные условия? Экстремальные условия, что это не хранить с дворцом. Что, если будут проводиться... У меня впечатление такое, что, то сказать, во дворцах шахматисты обычно собирают. Условия были нормальные, нормальные. Не надо, то сказать, люди там... Михаилович, вы в ресторане добрали. Богатство русского языка. Я предлагаю... Не надо проводить. Потому что вы свое мнение высказали. Все, мы послушали. Значит, выводы люди сделают. Я хочу сказать спасибо, Михаилу Витальевичу, два мероприятия проведены очень нормально. Значит, единственное... А по поводу этого... Вот сокрушка. Да, единственная просьба... Председатель детской комиссии, значит, Михаил Витальевич. Единственная просьба вот такая. Я понимаю, конечно, Менгреша, который выложил свои деньги. Но речь шла не о его деньгах. Не о тех деньгах, которые спонсоры выкладывают на турнир. Речь идет о собранных взносах и отчета за них. Больше ничего не надо. То есть, мы должны, по-моему, совершенно прекратить одним нашим движением все вот эти вот разговоры на сайте о том, что вот деньги собраны, а призы маленькие. Или там вот организаторы собрали деньги, а куда они их пустили, и черт его знает. Давайте сделаем это прозрачно, тогда у нас не будет вопросов. Андрей Васильевич, извините. Деньги я не собирал, не собирал. К деньгам не прикасался, не прикасался. Вот. Значит, Менгреш прочитал, прочитал, но озвучивать я не буду. Ну, я с ним свяжусь. Ну, я считаю, что меньше 200 тысяч собрали, это сто процентов. Меньше 200 тысяч, которые затраты нам чисто 200 тысяч начали. Можно? Может быть. Секундочку. Я хочу внести предложение вот какое. Давайте, уважаемые коллеги, его решим. Я забыл вначале сказать. Давайте мы основному выступающему по регламенту дадим пять минут, а всем, кто предник, не больше двух. Или у вас другие предложения, иначе мы до глубокой ночи дотянем от этих.